Привет, друзья! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Очередное видео по улучшению качества жизни. Сегодня говорим о том, об лучшем инструменте для счастья. Потому что многие люди снова говорят, где моя красная таблетка? Хочу такой способ, чтобы за 5 минут стать чистым, ясным сознанием. А я говорю, ну на самом деле такой способ есть. Есть, только я говорю, этот способ, он не совсем корректен. Если отделить тебя совсем от тела, то ты почувствуешь, что ты – это ты. И вот самый главный момент – это понять, кто ты. А вот потом уже можно действовать и выполнять цели. Когда ты понимаешь, что ты сознание, не потому что тебе кто-то это сказал, или прочел в книжке, или там какой-то гуру тебе поведал это втайне, а именно когда ты это постигаешь в практике, в медитации, или там, например, в процессинге, то ты понимаешь, что ты – это не имя, не какое-то там, не фамилия, не профессия. То есть, когда спрашивают, кто ты, а я бизнесмен. Нет. На самом деле каждый из нас является действительно чистотой, осознанностью. И все является осознанным. И если мы относимся так к природе, к животным, друг к другу, то мы понимаем совсем иначе. Все происходит во благо, любое действие. И нам нет необходимости там что-то не принимать или соперничать с кем-то. Мы можем относиться друг к другу с добротой и радостью. А если у кого-то есть вот эти наносные слои, которые там много-много всего в уме накопилось, то это просто легко почистить. Как мы чистим комнату пылесосом, так же можно с помощью пылесоса под названием «Процессинг счастья» почистить ум. Потому что вот на самом деле я по себе даже вижу и по моим друзьям, близким, знакомым, что человек, который занимается какой-то практикой ежедневно, он очищает свое сознание, он живет совершенно иначе. То есть его жизнь, она не течет как-то вот так вот, как у многих там рывками, то белая, то черная, а зачастую бывает вообще по наклонной. А жизнь у него течет радостно и вверх. То есть он идет по улучшению, он идет, так скажем, по восходящей спирали, а не по нисходящей. И вот для того, чтобы эту спираль развернуть в обратную сторону, нужно понять, из-за чего она вообще пошла вниз. И ключевой тут момент – это ответственность. Соответственность – это готовность быть причиной. То есть готовность брать, скажем так, под причиной. То есть если я что-то сделал, то я понимаю, что это сделал я. Если есть какие-то последствия, то я понимаю, что это тоже последствия тех действий, которые я сделал. Я смотрю, как я могу это исправить. То есть я не критикую себя или других, или обстоятельства. Я просто беру и смотрю, что можно сделать для исправления. И во многом мне помогает здесь этика. Этика – это инструмент разумности. То есть для того, чтобы быть разумным, важно слушать свою совесть. То есть совесть – это согласие и это объединение с высшим я, то есть с тем я, которое действует на основе высшей разумности и ответственности. И вот здесь важный момент, что как раз процессы счастья восстанавливает совесть. То есть согласие и весть, которая приходит с внешних границ, с границ все определенности. Поэтому, друзья, давайте будем жить осознанно. Вот я предлагаю такую практику. Просто попробуй один день прожить осознанно. То есть наблюдая за собой, за другими, за пространством вокруг. И делая те действия, которые подсказывает тебе твоя совесть. И ты увидишь, как жизнь твоя поменяется. И пишите в комментариях, как изменилась жизнь, что произошло. Это на самом деле очень важно будет. Как для меня, так и для вас самих. Видите дневник, где записываете свои осознания в течение дня. И вы будете наблюдать, как будет меняться ваша жизнь. Так что, видео, если понравилось, то поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал. И там колокольчик еще есть для напоминания о новых видео. Вот на этом все, друзья. Сегодня всем благо, счастья и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.